В Доме народного творчества прошла ярмарка мастеров. Это уже 14-я выставка продажа, где рукодельники представляют свои работы. В атмосферу красоты и творчества окунулась наша съемочная группа. Главная идея выставки – объединить людей, занимающихся рукоделием, и дать им возможность представить свои творения публике. Здесь можно не просто посмотреть, но и приобрести понравившееся изделие. Это уже 14-я по счету ярмарка. На этот раз она собрала 28 мастеров. К уже постоянным участникам добавились новые. Не ушли и завсегдаты, которые уже несколько лет подряд радуют гостей выставки оригинальными вещами. Я всегда на ярмарке готовлю оригинальные подарки. Суть в чем, что я умею красиво оформлять самые простые вещи. Вот такой подарок. Кому угодно можно преподнести. Суть в чем, что красиво. Я думаю, что можно долго использовать. Потом, когда чай выпили, можно другую коробку сюда внутрь разместить. Делаю подарки с хорошим настроением, с большим вдохновением. Новогодним настроением веет буквально от каждого стенда. Ёлки, снеговики, Деда Мороза и, конечно же, символ Нового года. Милые хрюшки. Вязаные, сшитые из корейского хлопка, выжженные из дерева. Декоративные рождественские свечи и невероятные новогодние композиции. И словно в сказке среди зимы распускаются цветы. Изолон называется материал, из которого изготавливаются ростовые цветы. И можно делать вот такие вот торшеры. Как маленькие, так можно и таких больших размеров делать. Вот такой, я думаю, необычный здесь пока еще на Чукотке. Хендмейд – понятие очень обширное. Главное – сделано своими руками. А вот из чего и как уже дело каждого мастера. Каждая работа неповторима и уникальна. Организаторы ярмарки отмечают, что год от года все меняется только в лучшую сторону. Когда мы только-только начинали, были среднего уровня, а сейчас наши работы покупают даже в Германии. И из Москвы звонят, специально просят оставить работы. Поэтому растет с каждым годом. Мы пытаемся, чтобы наши покупатели всегда радовались от наших поделок, потому что мы их делаем с душой, мы их делаем своими руками. Используя, конечно, материал какой-то либо другой, но каждая игрушка индивидуальна и работа не повторяется. Творчество взрослых и предновогодняя атмосфера мотивирует и юных мастеров, работы которых уже не первый год украшают ярмарку. Мы готовились, делали вот такие вот домики. Это магниты. Мама вырезала пробки. Папа помогал нам делать основы домиков. Мы помогали красить, помогали с идеей. Благодаря регулярности ярмарок интерес среди населения к изделиям ручной работы возрастает. Для одних это источник вдохновения, для других возможность приобрести нечто уникальное. Ярмарки посещаем каждый год. Это становится уже такой приятной предновогодней традицией. Приобрести подарки под елочку друзьям, родным. Всегда что-то приобретаем. И этот год не исключение. Мастерство каждый год у наших мастериц растет. Во время мероприятия организаторы провели лотерею. Предварительно были напечатаны 100 билетов стоимостью по 100 рублей каждый. Человек, купивший билет, автоматически принял участие в благотворительной акции. Все вырученные от реализации билетов средства пойдут на покупку альбомов, красок и цветной бумаги для пациентов детского отделения легочного туберкулеза. Анастасия Матросова, Ярослав Сертун, Служба информации.